Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем изучать историю письменности и продолжаем рассматривать письменности, которые прямо или косвенно связаны с китайским сценарием письма. Сегодня мы говорим с вами о третьем мертвом языке, который использовал китайскую письменность в качестве основы для создания собственной письменности. Мы говорили с вами о киданиях и джордженях. Сегодня мы говорим с вами о тангутологии. Тангуты — это народы, которые тоже говорили на вымершем языке. Этот язык был написан на сложном и достаточно уникальном письме. И краеугольным камнем всех тангутских исследований, а они проводятся во всем мире достаточно интенсивно, и сегодня мы будем говорить с вами об этом. Так вот, краеугольным камнем становится изучение тангутского языка и расшифровка тангутского письма. Тангуты основали государство Западное Ся или Си-Ся на северо-западе Китая. Они сделали это между 1038 и 1227 годом, то есть около 250 лет существовала вот эта империя Си-Ся на северо-западе Китая. И в конечном итоге Западная Ся была свергнута монголами. Тангутское письмо было создано в 1036 году. Оно достаточно широко пользовалось в печатных книгах и на монументальных записях в период Западной Ся и во время династии Юань 1271-1368 годы. Но этот язык вымер примерно во время династии Мин 1368-1644 годы. Самым последним известным примером тангутской письменности являются буддийские надписи 1502 года на двух колоннах Тадхарани в храме Баудин Хэбэй. Они также являются очень редкими примерами тангутских монументальных надписей за пределами территории, которые находились под властью империи Западная Ся. Эти столбы Дхарани указывают на то, что в начале XVI века, почти через 300 лет после того, как династия и империя Западная Ся были разрушены монголами, в Баудине, вдали от родины тангутов, в современных Нинься и Гонсу, жила очень сильная община тангутов. После их открытия, эти столбы Дхарани были открыты в 1962 году, эти столбы были перенесены в пруд древних лотосов в центре Баудина. По состоянию на 2013 год, они находятся во дворе возле главного входа к пруду древних лотосов среди других исторических памятников. Вот здесь на фотографии, которая находится справа, как раз это и есть столбы Дхарани. Очень интересный пример вообще архитектуры, связанной с буддизмом, и тот самый памятник, который содержит тангутские надписи. Мы неоднократно будем с вами говорить о нем, потому что именно надписи на данном архитектурном памятнике вызвали интерес к пониманию, кто-то были такие тангуты, и, собственно, это было краеугольным камнем, которое начало когда-то привлекать исследователей к тангутской истории. Другой известный пример надписи тангутским скриптом был найден на севере Китая. Это часть храма XIV века в Дзююйгуань в Пекине. Вот здесь на этой фотографии вы видите этот памятник архитектуры. По некоторым терминологическим данным это называется облачная платформа, потому что это не часть храма, это не часть пагоды. Здесь вы видите как бы вот такие специальные ворота, через которые проходили паломники, но эти ворота достаточно легко было обойти. То есть чаще всего, особенно в литературе, связанной с китайским языком, ее называют облачная платформа. На русском языке это называется больше все-таки часть храма Дзюйунгуань в Пекине. Данная архитектурная постройка известна своей буддистской резьбой и буддистскими надписями на шести различных скриптах. Она является 98-м объектом, который в 1961 году Китай внес в культурное историческое наследие Китая, которые охраняются на национальном уровне. Первая часть этих объектов содержала 180 каких-то архитектурных и культурных сооружений. Надписи на внутренних стенах данной платформы написаны шестью разными видами письменности. Письмо Ландза использовалось для написания санскрита. Тибетский сценарий использовался для написания тибетского языка. Письмо Бхакпа или письмо, которое мы с вами говорили, сделал Лам Лама для Хубилай Хана. И вот эта письменность использовалась для китайского, монгольского и уйгурского языков. Здесь же на этой платформе четвертый вид письменности. Это старое уйгурское письмо, которое использовалось для написания старого уйгурского языка. Здесь же находятся китайские иероглифы, которые используются для написания, естественно, китайского языка. И на этой же облачной платформе были найдены скрипт тангутской письменности, который использовался для написания тангутского языка. Каждый из этих шести сценариев письменности использовался для расшифровки санскритского текста двух буддийских Дхарани сутр. Поэтому и столбы Дхарани называются в честь вот этой Дхарани сутры. И в том числе вот эта платформа тоже содержит Дхарани сутру. Это разновидность ритуального заклинания, которые были по одной Дхарани сутре в каждом сценарии на каждой из вот этих стен облачной платформы. При династии Цинн 1644-1911 год все знания тангутского языка и письменности были утеряны. И ни в каких сохранившихся китайских книгах времен династии Сун, Юань и Ли Мин не сохранились примеры или описания тангутского письма. Только в XIX веке тангутский язык и письменность были открыты заново. Письмо западной Ся или тангутский скрипт – это логографическая система письма. Она использовалась для письма на вымершем тангутском языке данной династии. Согласно последним подсчетам, известно 5863 тангутских символа, исключая вариант их написания. Тангутские иероглифы внешне похожи на китайские. Они используют те же типы штрихов, но методы формирования иероглифа в системе письма тангутов значительно отличаются от методов формирования китайских иероглифов. Как и в китайской каллиграфии, в тангутском письме использовались обычные бегущие курсивные и печатные скрипты. Согласно истории песни, это документ 1346 года, сценарий был разработан высоко поставленным чиновником или бюрократом правительства, которого звали Елю Жень Юн, и произошло это в 1036 году. Сценарий письма был изобретен за короткий период времени и стал очень быстро применяться. Были созданы государственные школы для обучения тангутскому письму. Официально документы писались именно этим письмом, и только дипломатические документы использовали два языка – китайский и тангутский. Большое количество буддистских писаний было переведено с тибетского и китайского языков на тангутский язык. И хотя династия Си-Ся распалась в 1227 году, письменность продолжала использоваться еще несколько столетий. Вот что пишет о тангутском шрифте или скрипте Джерард Клаусон. Данный шрифт или скрипт примечателен тем, что он написан одним из самых неудобных из всех шрифтов, набором из почти 5800 символов, которые аналогичны китайским иероглифам, но они более сложные. Очень немногие состоят из всего лишь четырех шрифов, большинство состоит из гораздо большего числа, в некоторых случаях количество доходит до 20. Есть несколько узнаваемых указаний на звук и значения в составных частях символов, а в некоторых случаях иероглифы, которые отличаются друг от друга лишь незначительными деталями формы или одним или двумя штрихами, имеют совершенно разные звуки и значения. Сэр Джерард Клаусон, который описывает вот так тангутский скрипт письма, Он родился 28 апреля 1891 года и умер 1 мая 1974 года. Это английский государственный служащий, бизнесмен и востоковед, и он был когда-то известен своими исследованиями тюркских языков. Но Клаусон также работал над тангутским языком и в 1938-39 годах создал словарь «Си-ся» или как раз словарь тангутского языка. Копия рукописи хранилась в Школе восточных и африканских исследований в Лондоне и была опубликована в виде фоксимильного издания только в 2016 году. Тангутские иероглифы можно разделить на два класса – простые и составные. Последних гораздо больше. Простые символы могут быть семантическими или фонетическими. Ни один из тангутских иероглифов не является пиктографическим, в то время как некоторые иероглифы были таковыми во время их создания. И это одно из основных различий между тангутскими и китайскими иероглифами. Вот здесь вы видите надпись, которая содержит плюс и равно. Это тангутский иероглиф «грязь». Он расположен после знака «равно». Он содержится из двух иероглифов – вода и почва. Вот так сложно передавали в письменности непосредственно слово «грязь». То есть вы видите, как усложняется тангутский символьный шрифт. Большинство составных символов состоят из двух компонентов. Некоторые из них состоят из трех или четырех. Компонент может быть простым символом или частью составного символа. Составные символы включают семантико-семантические и семантико-фонетические знаки. Для транслитерации китайского и санскрита было создано несколько специальных составных символов. На фотографии, которая находится внизу, вы видите, что здесь два иероглифа. По сути, они зеркальны. То есть вот эта палочка сначала находится с одной стороны, потом она находится с другой стороны. Это оба символа имеют значение пальцы, но они имеют одинаковые компоненты, но в тех или иных случаях они пишутся по-разному. Это тоже особенность тангутской письменности. В тангутской письменности отмечаются также некоторые специальные составные символы. Члены такой пары символов имеют одинаковые компоненты и отличаются только расположением внутри символа. Они могут иметь очень похожие значения. Члены составной пары могут иметь еще значения, которые не сразу очевидны тому человеку, который изучает тангутский шрифт. Существует одноязычный тангутский рифмованный словарь XII века. Он переводится примерно на русский язык как «море символов». В нем содержится информация, то есть сами тангуты описали в этом словаре, от какого китайского иероглифа произошло именно тангутское написание. В отличие от китайского, компонент тангутского письма не имеет фиксированного семантического значения или фонетического значения, а скорее это будет семантическое значение или фонетическое значение символа, от которого этот компонент получен. То есть сам по себе китайский шрифт очень сложный, и тангутский шрифт еще более усложняет изначальное китайское написание. Некоторые компоненты символов тангутской письменности принимают различную форму в зависимости от того, в какой части знака они появляются – в левой стороне, в правой стороне, в середине или внизу. Самая ранняя современная идентификация тангутского сценария письма произошла в 1804 году, когда китайский ученый Джан Шу изучал стеллу Лянчжоу в храме Уэй и нашел название эпохи «Западная вся». Данная стелла была двуязычной, то есть написана была она китайским языком и неизвестным еще языком. Джан Шу приходит к выводу, что это должен быть язык западной ся. Дзююньгуань, то есть вот та самая платформа, о которой мы с вами тоже говорили, она имела шесть разных письменностей. Пять из этих письменностей были известны западным и китайским ученым на момент того, как Джан Шу обнаружил вот эту неизвестную надпись. И текст на стеле Лянчжоу и один из скриптов облачной платформы были идентичны. И это уже позволяло сделать вывод о том, что это один и тот же скрипт, но после открытия Джан Шу еще более 50 лет идут дискуссии о том, какой же это вид письменности. Это была письменность западной ся. В 1870 году Александр Вайли написал статью под названием «Древняя буддийская надпись Кео Юнг Кван», в которой утверждал, что неизвестным письмом был Джуржень. И только в 1899 году Стивен Вутон Бушелл опубликовал статью, где он доказывает, что неизвестный алфавит на самом деле является тангузским скриптом. Бушелл – это врач британской дипломатической миссии в Пекине с 1868 по 1900 год. Он был заядлым нумизматом и собрал ряд монет, которые в том числе были отчеканены в государстве западная ся с надписями именно тангузским скриптом. Чтобы прочесть надписи на этих монетах, Бушелл разрабатывает специальную систему и пытается расшифровывать как можно больше тангузских иероглифов, сравнивая китайские и тангузские тексты на двуязычной стели из Лянчжоу. В 1896 году он опубликовал список из 37 тангузских иероглифов с соответствующими значениями на китайском языке. И с помощью этого ключа он смог расшифровать четырехзначную надпись на одной из монет его коллекции, которая означала драгоценная монета Дань. И он датировал ее периодом с 1076 по 1085 год. Это был первый перевод неизвестного тангузского текста, длина которого составляла всего четыре символа. Примерно в то же время, когда Бушелл работает над тангузскими нумизматическими надписями, Габриэл Деверия, дипломат французской дипломатической миссии в Пекине, изучая двуязычно тангузско-китайскую стелу Лянчжоу, а в 1898 году, за год до своей смерти, он опубликовал две важных статьи о тангузской письменности и стели Лянчжоу. Третьим европейцем в Китае, который начинает изучать тангузскую письменность, был Жорж Моррис, переводчик французской дипломатической миссии в Пекине, который добился прогресса в расшифровке тангузского письма, сравнивая текст китайской версии лотосовой сутры с тремя большими частями рукописи тангузской версии, которая была обнаружена в Пекине в 1900 году. Сравнивая тангузскую версию сутры, соответствующую китайской версии сутры, Моррис смог идентифицировать около 200 тангузских иероглифов и вывести некоторые грамматические правила для тангузского языка, которые он публикует в 1901 году. Вообще тангутология и изучение тангутов, и расшифровка тангузской письменности, и тангузского языка – это настоящая история каких-то приключений, и она очень интересна в том плане, что в изучении тангутов всё время обнаруживаются какие-то новые витки, то они очень интересны исследователям, то по разным историческим обстоятельствам, о которых мы будем говорить с вами ниже, изучение тангутов вдруг может быть приостановлено, то они снова набирают обороты. Вот такая удивительная у них была народность, которая всё больше и больше привлекала внимание. И если вам известно, кто такой Гумилёв, и его теория о толчках пастионарности, то как раз Гумилёв, он достаточное количество в своих трудах тоже пытается описать свою версию того, кто были тангуты, описывать их культуру, то есть на момент XX века уже всё-таки очень много учёных и писателей интересуются тангутами. Малочисленность сохранившихся тангутских текстов и надписей, и в частности отсутствие какого-либо словаря или глоссария языка, означало, что учёным было трудно выйти за рамки предварительной работы Бушелла и Морриса по расшифровке тангутского языка. Прорыв тангутологии происходит в 1908 году, когда Пётр Козлов, ученик, последователь и один из первых биографов Пржевальского обнаружил заброшенный город-крепость Харахота в западной Ся на краю пустыни Гоби во внутренней Монголии. Харахота был заброшен по неизвестным причинам в начале династии Мин и частично покрытый песком, он оставался в основном нетронутым более 500 лет. Внутри большой ступы за городскими стенами Козлов обнаружил клад из почти 2000 печатных книг и рукописей, в основном на китайском и тангутском языках, а также множество произведений тангутского буддистского искусства, который он отправил в Русское географическое общество в Санкт-Петербурге. Впоследствии материал был передан в Азиатский музей Академии наук, который впоследствии становится петербургским филиалом Института Востоковедения РАН. Сейчас это Институт Восточных Рукописей. Мы с вами в предыдущих лекциях говорили об этом научном заведении. Именно открытие Козловым этого беспрецедентного запаса тангутского материала привело к развитию тангутологии как отдельной академической дисциплины в области востоковедения. После прибытия материала «Харахота» в Санкт-Петербург осенью 1909 года выдающийся китаевед Алексей Иванович Иванов 1878-1937 годы жизни работал над тем, чтобы сохранить и описать сотни книг и рукописей, которые были написаны тангутским языком. И эта работа началась незадолго до того, как он обнаружил двуязычно-китайско-тангутский глоссарий под названием «Жемчужина на ладони». И именно этот глоссарий явился ключом к расшифровке тангутского языка. Позже в корпусе из «Харахота» Иванов обнаруживает три одноязычных тангутских словаря и глоссарий среди материалов. Это были такие произведения, как амофоны, то есть это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Это был тот самый словарь «Море символов», о котором я вам сказала в начале лекции. И это были глоссарии, которые содержали смешанные символы. Иванов опубликовал ряд статей о тангутской письменности между 1909 и 1920 годами, и эти статьи помогли распространить информацию о тангутской письменности и также побудили других ученых к изучению тангутского языка. В 1916 году немецкий востоковед Бертольд Лауфер, на основе материала, который был опубликован Ивановым, опубликовал исследование тангутского языка, в котором он попытался восстановить произношение некоторых иероглифов и в котором он предположил, что тангутский язык принадлежит к ветве лоломоса тибетско-берманской семьи. На основе словаря «Жемчужина на ладони» и также некоторых других словарей Иванов смог составить свой небольшой словарь, который содержал около трех тысяч тангутских знаков. Его словарь был закончен в 1918 году, но не был опубликован из-за политической нестабильности того времени. Иванов хранит рукопись своего словаря в Азиатском музее, но забирает домой в 1922 году, и годы его жизни заканчиваются 1937 годом. Он был репрессирован и расстрелян во время 1937 года сталинских репрессий. Следующий за Ивановым был ученый Николай Александрович Невский, который родился в 1892 году и умер тоже в 1937 году по той же самой причине, что и Иванов. Невский проживал в Японии с 1915 года, там он изучает японский язык, язык айнов и дзуовские языки, но после знакомства с Ивановым в Китае в 1925 году он тоже начинает работать над изучением тангутских текстов из хара-хота и расшифровкой тангутской письменности. В 1929 году Невский возвращается в Советский Союз, чтобы работать в Институте Востоковедения в Ленинграде, где он работает над словарем тангутского языка на основе лексических материалов, найденных в хара-хота. Но осенью 1937 года, еще до того, как его словарь был полностью готов к публикации, он и его японка-жена были арестованы и репрессированы, что положило конец изучению тангутского языка в Советском Союзе вплоть до 1960-х годов. В 1912 году известный антиквар Ло Чжэнь Юй, его годы жизни 1866-1940, встретился с Ивановым в Санкт-Петербурге и сделал копию девяти страниц, жемчужину на ладони, которую он опубликовал в Китае в том же году. Он снова встречается с Ивановым в 1922 году в Танцзине и получает от него полную копию жемчужину на ладони, которую впоследствии опубликовал его старший сын Ло Фу Чен. В 1885-1960 годы жизни публикует в 1924 году. Ло Фу Чен также опубликовал первые фоксимили издания Амафона в 1935 году. Третий сын Ло Фу Чан разделяет интерес к семье тангутской письменности, и он написал профессиональное руководство по тангутскому языку, когда ему было всего 18 лет. К сожалению, он умер очень рано, в 25 лет. Дальнейшие открытия тангутских текстов были сделаны в Китае. В первую очередь это тайник буддистских сутр в пяти глиняных сосудах, которые были обнаружены в Нинься в 1917 году. Эти тексты были отправлены в Пэйпин и составляют основу тангутской коллекции Национальной библиотеки Китая. В 1932 году был опубликован специальный выпуск бюллетеня Национальной библиотеки Пекина, посвященный этим текстам со статьями, которые были написаны различными китайскими, японскими и российскими учеными, включая такие имена, как Ло Фу Чен, Ван Цзин Ру, Исихама Джун Тара, Иванов и Невский. И 30-е годы в России, и 30-е годы в Китае – это очень политически неспокойное время. Потом начинается Великая Отечественная война, и получается, что всё это на долгие сроки останавливает развитие тангутологии. Проходит более 10 лет после окончания Второй мировой войны, и прежде чем происходит возрождение тангутологии. Первым послевоенным учёным, который обращается снова к изучению тангутского языка и тангутских надписей, был Несида Тацуэ, годы его жизни, 1928-2012, из Киотского университета, который снова начинает изучение тангутской надписи на облачной платформе в середине 50-х годов. И в последующие 50 лет своей жизни он становится выдающимся знатоком тангутского языка на японской стороне. В 1964-1966 годах Несида создал монументальный труд по реконструкции тангутской фонологии и дешифровки тангутских знаков, который включал словарь, насчитывающий около 3000 знаков. В Советском Союзе исследования тангутского корпуса текстов возобновляются в 1960 году. Посмертно опубликован труд Невского по филологии тангутов. Эти исследования получают Ленинскую премию в 1962 году. В 1960-х годах группа молодых ученых Института восточных рукописей в Ленинграде под руководством Кычанова начинает изучать и переводить огромный корпус тангутских текстов, которые были привезены из Харахота практически полвека назад. Одним из основных плодов этого исследования было научное изучение того самого тангутского одноязычного словаря «Рифм. Море символов», который в 1969 году группой Кычанова, в которую входят также ученые Ксения Кеппинг, Колоколов и Терентьев Катанский. Они далее работают над изданием тангутских переводов, китайских конфуцианских классиков, что было особенно примечательно, потому что тексты были написаны тангутским курсивным письмом, которое было очень трудно читать. Кеппинг, чьи ранние исследования внесли важный вклад в понимание тангутской грамотики, продолжил перевод тангутского перевода трактата Сунь-Дзы. Кеппинг также расширяет теорию несиды о двух разных типах тангутского языка, предположив, что один стиль языка представляет собой общий язык, а другой стиль языка представляет собой ритуальный язык, который был создан тангутскими шаманами для ритуальных целей до начала принятия буддизма. Терентьев Катанский написал трактат о технических особенностях тангутских книг в 1981 году. Другим известным российским ученым был Михаил Сафронов, который в 1968 году опубликовал грамматику тангутского языка. Помимо работы над тангутским языком и письменностью, Кычанов и Кеппинг также внесли важнейший вклад в понимание истории, общества и религии тангутов. В 1968 году Кычанов опубликовал исторический очерк по истории тангутского государства, первый систематический обзор истории тангутов. С конца 90-х годов в мире появляется новое поколение тангутологов. В Китае ряд молодых ученых вносят важный вклад в тангутологию. Это такие ученые, как Сунь Боджун, он работает над тангутскими переводами санскритских текстов. Это Тай Чун Пуй, проводит исследование тибетских фонетических толкований тангутских текстов. Хан Сяоман определяет орфографические формы тангутских символов. В Японии известным исследователем является Аракава Синтара. Он родился в 1971 году. Он сосредоточился на тангутской фонологии и издал словарь-рифм для тангутского языка. В Соединенных Штатах Америки ученый Марк Мияки попытался восстановить гипотетический предок тангутского языка, который он называет прототангутским. Во Франции ученый Гиом Жак способствовал пониманию глаголов в тангутском языке. В Великобритании ученый Имре Галамбас продолжает работу по изучению тангутских рукописей из Харахота, которые хранились в Британской библиотеке копии данных рукописей. Известные тангутологи, которые были известны до начала 90-х годов, также продолжают вносить важнейший вклад в изучение тангутского языка. Ли Фань Вэнь опубликовал переработанные и расширенные издания своего тангутско-китайского словаря в 2008 году, а Кычанов и Аракава в 2006 году издают «Тангутско-русско-англо-китайский словарь». Оба этих словаря использовали машинный набор тангутского языка и в последние годы были внесены предложения по кодированию тангутского письма в Юникоде. Возможности ученых всего мира изучать подлинные тангутские документы были значительно улучшены благодаря цифровке тангутских рукописей из Харахота и других мест в рамках международного проекта «Дуньхуань», который был учрежден Британской библиотекой в 1994 году. По состоянию на 26 октября 2012 года онлайн-база данного международного проекта включает 1110 каталожных статей и 684 изображения тангутских рукописей и печатных текстов, которые хранятся в Британской библиотеке в Лондоне, в Институте восточных рукописей в Санкт-Петербурге, в Академии Китая в Тайбэе и в Библиотеке Принстонского университета. В 2010 году Академия социальных наук Нинься начинает публиковать ежеквартальный журнал «Тангут Ресёч», который является первым регулярным академическим журналом, посвященным исключительно тангутоведению. Вот такая удивительная история тангутской письменности. Как вы видите, интерес к ней продолжает расти, и это одна из тех письменностей, которые были созданы на основе переосмысления китайских иероглифов. То есть, в любом случае, китайский письменный язык даёт очень большую почву для того, чтобы создавать письменности в исторический период. Хотя на сегодняшний день считается, что именно китайский язык и китайская письменность не могут породить, скажем так, цепочку подражаний. Тем не менее, в историческом аспекте мы видим, что это происходит, и китайский язык успешно оставляет за собой свою систему письменности, которая обслуживает абсолютно все сферы жизнедеятельности. В наших последующих лекциях мы ещё будем говорить с вами о китайских иероглифах. А сейчас спасибо за внимание.